Итак, право быть собой. Право быть собой, оно относится к структуре солидарности. Это возраст, который развивается, период, который развивается в возрасте от 9 до 13 лет. Это тот период, когда дети входят в такой предподростковый возраст. Они активны в социуме, они активны в своих социальных группах, в школе. И они всё время ищут баланс между кто я и кто я в группе. Между я и мы. Я и группа. Благополучие в группе или благополучие моё. И кто вообще я. И через какую роль меня принимают. Здесь уже расширяется ролевой гардероб. И человек, ребёнок может путаться и от этого пугаться. И возникает такое ощущение, когда я вообще не понимаю, кто я. Я понимаю, что я мама. Я понимаю, что я, не знаю, подруга, работник, жена, может быть, или муж, милиционер на работе, коллега, друг, ещё кто-то. А я кто? И вот это ощущение потерянного я корня может уходить как раз в этот период. Про этот период тоже можно рассказывать много. Я засеяла этот марафон и каждый раз понимаю, что, господи, как же в этот маленький ролик, в этот небольшой видеомарафон вместить материал месяца жизни. То есть эта структура и вот это право быть собой, она тоже шапошная. Она тоже как будто бы сверху. Она базируется на всех предыдущих структурах. На право жить, право на свои потребности, удовлетворение их. Право на свою ценность, на свой интерес, на свою силу, на любовь и сексуальность. На мнение и вот во всём этом, кто я в социуме, кто я с собой, я вообще кто. И вот в этом я вообще кто очень много, очень много такого, очень много растерянности. Очень много и социально растерянности, когда я в социуме, и сам с собой. И когда нет этого понимания, нет целостности, нет понимания, как ни как себя позиционировать стоимость в социуме, не как отстаивать себя. И здесь формируется на вот этом непонимании, кто я, на балансе, невозможности, либо сложностях выстроить балансы, как я сохраняю себя и как я сохраняю свою принадлежность к группе, как я сохраняю свои ценности, нормы и как я следую ценностям и нормам группы. Есть два ярких таких варианта. Один из вариантов, мы их называем на социальной мужестве Леопольды, это люди, которые стараются, чтобы не высовываться, чтобы быть как у всех, чтобы ничем не выделиться, чтобы быть незаметным, они заботятся о пользе группы, они заботятся о пользе группы, чтобы всем было хорошо. Всем, не факт, что им, но всем. Они сливаются с группы, им очень сложно проявиться, у них часто запрос на проявленность, но им страшно проявиться, потому что проявиться, надо понимать, кто я, и что проявиться, надо иметь хороший костяк, кто я. Либо есть другая крайность, когда человек вырывается в лидеры, и любой ценой ему очень сложно признавать, что может быть еще кто-то. Он очень болезненно ранится от конкуренции, ему нужно быть только первым, только первым, только первым. Если вдруг у кого-то поднимается риск, да, появляется риск, либо шанс тоже стать первым, человека просто в лохмотье на части, ему очень сложно, ему кажется, что вот если он первый, да, прикрепление к одной роли, если он первый, то он есть, если он не первый, то его сметут, то его не будет. Да, и вот в этих метаниях между я и группа, и кто тогда я, сливается гигантская, знаете, прорва для энергии, сливается гигантское количество энергии, которое, в принципе, можно было бы направить на хорошее, на спокойное движение к своим задачам, к своим целям, на удовольствие, получение удовольствия от своей жизни, от того, как я ее живу, и от того, как, в принципе, куда еще я могу двигаться и чего еще я могу достичь. Поскольку это тоже такая шапочная структура сверху, базируется на предыдущих, с мышцами здесь тоже сложновато работать, вернее, в проекте-то мы работаем, но у нас там месяц работы с мышцами, а здесь к мышцам мы не пойдем глубоко, но, тем не менее, одну идею, которая может стать терапевтичной, которая может стать хорошей ступенькой для того, чтобы вы сдвигали в своем месте, к своей целостности, к своим изменениям в жизни, я вам все-таки дам. Чаще всего вот в этом непонимании «кто я», когда человек начинает искать, он начинает перечислять роли. Мы все в соусууме играем разные роли, мы, причем в разных контекстах, да, с разными людьми мы играем разные роли. С мужем я жена, с дочкой я мама, с сыном, причем с дочкой я мама дочки, а с сыном я мама сына. Это тоже, кстати, две разные роли. Да, сейчас, я не знаю, там, спикер-тренер, в индивидуальном сопровождении я, там, консультант, либо терапевт, когда я веду группу, я, может быть, тренер, когда я с подругой, я подружайка, когда я с друзьями, я, скорее, друг, когда я за рулем, я водитель, когда я пешком, я пешеход и так далее. Да, когда я, там, захожу на какой-то курс, я студент, либо я ученик, и я тогда все то, что я знаю, я тогда отставляю в сторону, стараюсь быть максимально пустым, пустой в этой роли для того, чтобы там максимально взять у учителя, к которому я прихожу учиться. И это все разные роли. И вот человек, когда начинает так, а кто же я, и вот как это быть собой, вот быть собой-то кем, он начинает эти роли как будто бы отсекать. Ну вот это, ну вот тут я мама, а вот тут я вот там, не знаю, наездник на лошади, а здесь я, а я тогда кто? Да, и человек разметает, он все вот эти роли, ну вот это вот я для, там, это я для мужа, это я для ребенка, это я для... А где я? И вот в этом где я есть две точки, на которые важно смотреть. Вот в этом где я одна из точек, это контакт с собой, и мы начинали самое первое видео, помните, да, когда право на жизнь. Право на жизнь, там идет право на контакт с собой, и часто, да, особенно если есть фиксация в очень раннем возрасте, либо если есть шоковые травмы, то контакт с собой, я, может быть, нарушен. Но помимо этого, важно понимать, что вот эти вот все роли, которые, да, ну это там, это вот эта роль, это вот этого роли, это вот эта роль, это вот эта роль, это вот эта роль, это вот эта роли, где я. Вот попробуйте взять и обнаружить, что вот совокупность всех этих ролей и есть я. Что эти роли или многие еще называют маски, кто-то называет роли, кто-то даже начинает их масками называть, когда сильно разрывается контакт. Что вот эти все роли и есть я, и эти все грани и есть я. Что я – это совокупность, помимо внутреннего, вот этого права на жизнь, вот этого живого, с чего мы начинали самое первое видео этого марафона, и чем мы завершаем марафон, мы вот такое цикличное, мы с этого начали и к этому приходим, потому что в этом очень много основы, в этом очень много важного. Помимо вот этого контакта с я, с живым, это как ось такая, я живая, и совокупность всех грани, всех ролей, всех, не знаю, ролей, по-другому не скажешь, это и есть я. Да, попробуйте взять эту идею, что право быть собой – это право чувствовать себя живым в совокупности всех своих ролях, ролей, в совокупности всех своих ролей, во всех своих ролях. Наверное, так будет правильнее. И тоже, да, это всё, ну, хотя бы можно подкреплять телеску, которую вы проходите в социальной, в телеске Горбач, потому что для того, чтобы вот это вместить в себя, здесь действительно нужно тело, здесь действительно нужна телеска, потому что только на когнитивном уровне это может не зайти. То есть, а, да, 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 но это не становится телесно внутренней правдой. А пока это не становится телесно внутренней правдой, то оно сюда зашло и там забылось, да, и опять возвращается это состояние. Но вот попробуйте хотя бы, если вы заходите в социальное мужество, я мега рада, потому что там вы очень глубоко проработаете, во-первых, все предыдущие мы в социальном мужестве прорабатываем, начиная от второго триместра беременности и заканчивая тринадцати годами. Мы прорабатываем право жить, право я, да, я живой, я есть, я имею право быть, я имею право быть таким, какой я есть. Это первый модуль мы с этим работаем. Во втором модуле мы работаем с потребностью, с пониманием, что я хочу, с правом удовлетворять, с навыком организовывать себе удовлетворение потребностей, с причиной зависимости, эмоциональных зависимостей. В третьем модуле мы работаем с правом на интерес, с правом на контакт, с энергетическими границами, с энергетическими полями, с абиссе, с правом на ценность, с переключением с одной деятельности на другую, когда человека перебрасывает, да, выстраиваем такую устойчивость и ценность. На четвертом модуле мы работаем с правом на силу, с виноватыми, с несвоей ответственностью. Это снимать с себя всех тех, да, все то, что на плечи взвалено. Это право использовать силу в свое благо. Это право отпускать контроль, право на расслабление, когда расслабление не равно слабость. Да, на пятом модуле мы работаем с структурой любовь и сексуальность. Это право на сердечность, это право на любовь, это право на сексуальность, это право нравиться и пользоваться этим. Потом мы месяц, шестой модуль работаем над правом на мнение. Все, что связано с правом иметь свое мнение, заявлять о своем мнении, да, и переживать, если кто-то не согласен с моим мнением, с таким интересным навыком отсоединяться от своего мнения, понимать, что я не есть мое мнение. И вот только на седьмом модуле мы работаем с солидарностью вот этой вот структурой, да, с правом быть собой и правом жить свою жизнь тогда, когда я нахожусь в социуме, даже если социум ждет от меня что-то другого. И вот эти балансы между я, мои ценности и группа, да, там, социальная группа и их ценности, как сохранять себя, находясь в социальных контактах, как быть собой, находясь в большом социуме. Вот это мы проходим на седьмом модуле, то есть мы семь месяцев, по сути, готовимся к тому, чтобы к вот этому подойти, к вот этому праву, да, и оно базируется на всех предыдущих. На всех предыдущих модулях, на всех предыдущих структурах, которые проходит ребенок. Я буду очень рада видеть вас в проекте «Социальное мужество». Welcome, заходите. Осталось не так много места уже сейчас, потому что этот проект очень быстро наполняется. Но даже если вы не заходите, и там в проекте «Социальное мужество» это все будет прорабатываться и наслаиваться один за одним, один за одним, чтобы получилась выстроенная структура. Но даже если вы не заходите туда, возьмите эту идею, когда вы ощущаете «Я живая», «Я живой» и «Быть собой» – это вот эти вся совокупность ролей. И я это все вместе, я это все мои грани. Когда это как граненый стакан, внутри живая вода, внутри моя жизнь, внутри дух. И по внешним это грани, через которые я могу проявляться и взаимодействовать. Я очень надеюсь, что вам марафон «Смелость жить» был очень полезным. Я буду рада видеть вас в проекте «Социальное мужество». В любом случае продолжайте практиковать. Главное – делать. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Пока-пока.